Что значит жить в городе, оккупированном компанией Мединвест Рената Ахметова? Это значит наслаждаться систематическим отключением воды и света, которое происходит, ну, как минимум раз в две недели, что-то одно выключается. Плюс постоянные аварии. Вот вчера у нас была авария газопровода. Приезжали ребята-газовщики, все подлатали, насколько могли сделать это. Ну, там требуется более серьезная замена коммуникаций. И они нас отослали к мисту для людей, которая также покрывается местной властью, которая аффилирована с Ренатом Ахметовым. Живя в Мариуполе, при фронтовом городе, который должен быть витриной украинского мира, который должен показывать переселенцам, которые приезжают с оккупированных частей Донбасса и из Крыма, показывать, что Украина это нечто лучшее, что это лучшая альтернатива, что здесь все цивилизовано. Но, к сожалению, из-за того, что город оккупирован Ахметовым, а 80% населения не поднимает головы для того, чтобы отстоять свои права, мы живем так, как живем. Нам отключают воду, не предупреждая нас об этом. Нам отключают свет на сутки, не предупреждая нас об этом. Ну, слава богу, что пока не отключили газ, а зимой не отключают отопление. Но это будет происходить, потому что дальше хуже, олигархат становится сильнее, а люди все не поднимают головы, и лишь какое-то малое-малое меньшинство пытается сопротивляться этому кошмару. Когда мы придем к власти, такого больше не будет. Мы будем штрафовать всех, от водоканала до ДТЭКа, за малейшее отключение жизненно необходимых ресурсов. Потому что может показаться, что та фигня, отключили на сутки, ну, что тут такого, ничего страшного не произошло. Ну, и убытки на самом деле экономически измеряются миллионами, если не миллиардами. Магазинчик, который стоит у меня возле дома, сейчас у него пропадет вся молочка. Мясной магазин, у них сейчас вся пропадет мясная продукция. И я не могу работать, потому что нет интернета. И таких, как я, ну, по всему дому. Единственное, что пенсионеры будут сейчас просто сидеть без ничего, но экономические последствия очень тяжелые при каждом отключении. Вы должны это помнить, друзья, что это не просто лишение вас комфорта, это реальные деньги, которые мы теряем с вами каждый час отключенного света, воды и так далее. В общем, думайте, за кого будете голосовать. Но даже если вы еще верите Ахметову, Бойченко и прочим лакеям капитала, скоро вы поменяете свое мнение, я в этом уверен. Пока.